О том, как пытливый человеческий разум проник в тайны Вселенной, они узнают не только на школьных уроках и конференциях, но и сами уже делают первые шаги в освоении космического пространства. Правда, пока только в рисунках, макетах и моделях роботов. А сегодня им представилась возможность заявить о своих планах. Антонина Баранова привезла свою модель, выполненную на 3D-принтере. Мы создали 3D-модель проекта «Энергия Буран». Мы его напечатали на 3D-принтере. Это за него 11 суток. Аэрокосмическое направление, ставшее в свое время подъемной силой в развитии города, превращается в национальную идею для Самары. По этим работам видно, что космическая тематика снова в тренде. И хотя пока для авторов этих работ это незнакомая звезда, есть надежда, что будет кому двигать космические проекты и летать в космос. Торжественные конференции, посвященные 55-летию первого полета человека в космос, прошла в ДК имени Литвинова. Эти стены были свидетелями побед и достижений Куйбышева, Самары, авиационной и космической в разные годы. И вот теперь вместе с ветеранами в зале молодежь и будущие ученые. С поздравлениями с предстоящим юбилеем обратился Олег Фурсов, глава города. Вручил почетные грамоты и дипломы. Заслуженные работники отрасли награждены вместе с молодыми конструкторами и школьниками. Очень приятно было видеть на этой сцене молодых, устремленных в будущее ребят, которые с сегодняшним своим трудом делают прекрасные научно-технические разработки, которые составят честь и славу нашего города в той череде успехов, которые были созданы прославленными коллективами ракетно-космических предприятий. В числе награжденных мастер цеха предприятия «Кузнецов» Александр Коновалов о своей работе рассказывает как о наиболее перспективной в городе. Модернизация идет полным ходом. Сейчас открывается цеха с современным оборудованием, строится у нового корпуса. На конференции было много представителей руководства авиационных и космических предприятий. Для них важно присмотреться к тем, кто сегодня делает первые шаги в этом направлении. А в ближайшем будущем пополнят сначала ряды студентов Национального исследовательского университета, а потом и заводов, которые строят самолеты и ракеты. Олег Зверев, Станислав Левин. События.